Всем привет! Это канал про цветок, на котором мы рассказываем простым и понятным языком про уход за садами огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Весной озимый чеснок и лук в большей степени требуют азота, чтобы активно наращивать зеленую массу. Но многие азотные удобрения в этот период, когда весна еще холодная и почва непрогретая, очень плохо работают, и чеснок не может усваивать полноценный азот. Поэтому все-таки весной лучше применять аммиачную селитру. Аммиачная селитра довольно хорошо работает в холодной почве, и чеснок быстро получает азот, необходимый для полноценного роста. Аммиачную селитру мы вносим в норме 40-50 грамм удобрения на квадратный метр. Кроме того, весной у чеснока должна развиваться хорошая крепкая корневая система. Но опять же, из-за холодной почвы фосфор, который отвечает в первую очередь за рост корневой системы, плохо усваивается растением. Поэтому, чтобы активизировать вот это усвоение фосфора и улучшить азотное питание, будем использовать сульфат магния. В нем содержится сера, которая поможет усвоению азота, и магний, который поможет усвоению фосфора. И в итоге даже в такой холодной почве чеснок будет хорошо развиваться. Норма внесения сульфата магния 20 грамм на метр квадратный. Заделывать ничего не нужно в почву. Удобрения растворятся на влажной почве и впитаются в нее. Чеснок будет нормально развиваться. Если в вашем регионе весна ранняя и тепла, и почва уже подсохла, то с удобрениями нужно быть аккуратным. Во-первых, вначале, если почва просохла, ее нужно пролить, а только затем вносить сухие удобрения. И обязательно заделать их в почву, чтобы весь азот не улетучился. Можно приготовить, в принципе, и водные растворы удобрений. Если вы используете ту же аммиачную селитру, тогда возьмите 40 грамм удобрения на 10 литров воды. И вот таким вот водным раствором подкормите чеснок. То же самое касается и сульфата магния. Эти оба вида удобрений можно использовать одновременно, а можно сделать интервал примерно 7-10 дней. А теперь хочу рассказать про яровой, летний чеснок. Многие огородники жалуются, что летний чеснок вырастает очень мелким и вовсе отказываются от его посадки. А зря, ведь этот чеснок может храниться целый год, вплоть до нового урожая. И если правильно подготовить почву, то урожай обязательно порадует. И луковицы чеснока вырастут довольно крупными. Хочу поделиться с вами своим опытом выращивания летнего чеснока. Почву я заправляю очень хорошо, потому что этот чеснок очень требовательный к питанию. И если почва будет довольно скудная, бедная, то, конечно же, и луковицы будут мелкими. Поэтому под перекопку грядок я обязательно вношу органические удобрения. И в первую очередь это куриный помет. Куриный помет очень концентрированное органическое удобрение, поэтому вносить его нужно с осторожности. У меня куриный помет с опилками, поэтому вношу примерно пол ведра куриного помета на метр квадратный под перекопку грядки. Если куриный помет чистый, то норма внесения еще меньше. Примерно литр куриного помета на метр квадратный. Грядку аккуратно перекапываю, рыхлю и делаю бороздки для посадки. А затем в эти бороздки добавляю золу. Зола раскисляет почву, а также в ней содержится очень много микроэлементов, есть фосфор и калий, которые так необходимы чесноку. К посадке летнего чеснока нужно приступить в самые ранние сроки, как только отпустит землю и она немножечко просохнет. Чем раньше вы посадите летний чеснок, тем лучше будет урожай. Когда грядка подготовлена, приступаю к посадке. Делаю рядки, между ними расстояние примерно 30 сантиметров. И затем высаживаю зубчики, между зубцами примерно 5-7 сантиметров. Засыпаю их почвой и грядка готова. Больше никаких подкормок за сезон не делаю. В хорошей заправленной почве чеснок развивается полноценно и дает отличный урожай. А, еще про лук. Я же лук... А, не просто зима чеснок, лук. Я же вначале про лук сказал. Еще про лук. Осенью многие огородники высаживают лук под зиму. Я также его высаживаю. Мне этот способ посадки очень нравится. Луковицы всегда вырастают очень крупными и хорошо хранятся. Лук весной также нужно подкормить азотным удобрением, чтобы он активно наращивал зеленую массу. Поэтому для подкормки, опять же, я использую аммиачную селитру. Норма подкормки такая же, как и при подкормке азимового чеснока. 40-50 грамм удобрения на квадратный метр. И опять же добавляю сульфат магния, чтобы лучше усваивался азот и лучше усваивался фосфор. Кстати, в прошлом году я был на выставке в Москве и приобрел 8 новых сортов чеснока. И обязательно в сезон покажу, какие получились результаты. Расскажу про характеристики этих сортов, про плюсы и минусы. Обязательно следите за обновлениями на нашем канале, чтобы быть с полезной информацией. Обязательно подкормите азиму чеснок и лук весной. И посадите летний чеснок, чтобы потом быть с хорошим урожаем. Спасибо за внимание и до новых встреч!